всем привет добро пожаловать на канал в прошлом видео я показывала как сшить вот такой топ и сейчас хочу вам показать как настроить вот такой узкий шов которым я обрабатывала край низ топа такой шов вы можете использовать для тонких тканей для обработки тонких тканей и сейчас я покажу как настроить оверлок и как обработать край ткани вот таким вот узким швом шов получается аккуратный его практически не видно и я считаю что очень хорошо вот и удобно как раз для тонких тканей чтобы обработать низ низ вот топа платья либо юбки я думаю что вам пригодится вот так выглядит шов покажу еще поближе его практически вот не видно и вот так аккуратно можно обработать низ сейчас расскажу о настройках как настроить оверлок у меня вот такой оверлок это джаном 210 д сначала необходимо убрать одну иглу оверлок четырех ниточный поэтому я убираю одну иглу здесь я ее уже убрала откручиваете здесь шурупчик такой и снимаете одну левую иглу остается одна игла теперь какие настройки теперь вот здесь сбоку на оверлоке на регуляторах я выставляю верху букву r это как ролевой шов но в данном случае это будет узкий шов и внизу где регулятор дифференциала я ставлю цифру 1 вот здесь вот у меня единичка получается здесь буква r вверху где длина стежка выставляю букву r и здесь где дифференциал выставляю цифру 1 теперь необходимо настроить натяжение нити вот здесь на регуляторах я выставляю такие настройки как левую иглу я не трогаю вот этот регулятор так как я убрала эту иглу получается здесь на правом я выставляю цифру 4 сейчас у меня стоят настройки которыми я обычно пользуюсь вот при пошиве и теперь для узкого шва я выставляю такие настройки значит правая игла я ставлю 4 и теперь выставляю натяжение верхнего петлителя цифру 6 и нижний петлитель я ставлю цифру 4 тоже получаются вот такие настройки здесь 4 6 и 4 и вот такие настройки для узкого шва теперь также необходимо выставить регулятор вот здесь на букву r обычно он стоит у меня на букве с когда я шью и если мне необходим ролевой шов или узкий шов то я перевожу сюда вот в букву на букву р нужно перевести регулятор на букву р вот здесь вот этот розовый регулятор переводим сюда в букву р открываю крышки сначала необходимо опустить нож вот так теперь прижимаю вот здесь и вот здесь вот из буквы с просто сюда передвигаю на букву р вот так все он отпускаю и поднимаю нож если необходимо что поднимаю закрываю крышки все регулятор у меня здесь стоит на букве r а если затем вы будете просто шить на оверлоке то нужно перевести назад на букву с после того как вы уже закончите шить этим ролевым швом или узким швом то вам нужен если будет обычный шов то сюда назад также переводим на букву с и начинаем теперь шить я взяла вот такой же кусочек ткани из которого я шила топ и сейчас попробуем обработать край и и и вот такой получился у меня узкий шов как видите он такой тоненький его практически не видно вот так выглядит с лицевой стороны и вот так выглядит изнанка очень хорошо как раз для обработки вот таких тонких тканей также когда строчите можно немножко подтягивать ткань вот здесь вот когда ткань просто заходит чтобы она не собиралась потому что ткань тонкая чтобы она не морщилась вот как тут у меня было в начале поэтому можно немножко ее подтягивать не сильно но слегка чтобы ткань вот ровно заходила под лапку и была вот такая ровная красивая строчка также можно попробовать с другой стороны сделать роликовый шов и посмотреть вот в чем разница такого узкого шва от шва роликового я уже поменяла настройки натяжение нити и теперь буду шить роликовым и вот так у меня получилось здесь верху у меня идет вот он это роликовый шов вот так выглядит с лица вот это изнанка и внизу идет узкий шов это тоже лицо и вот так выглядит изнанка как видите в принципе разницы большой нету нужно обрабатывать как роликовым так и узким можно обрабатывать край изделия низ изделия как роликовым так и узким швом роликовый шов он такой более тоненький более мягкий узкий такой чуть поплотней я думаю в принципе но видно если присмотреться так в принципе большой разницы между этими швами нет поэтому настраивайте какой смотрите какой вам больше нравится попробуйте также и роликовый и узкий и уже поймете какой вам больше нравится какой вам больше подходит я решила в этот раз попробовать вот этот узкий шов принципе мне понравился и довольно таки хорошо получается также обрабатывать вот таким узким швом вот там еще раз вот так покажу и вот это роликовый как настроить роликовый шов также есть у меня видео на канале ссылку на это видео я оставлю внизу под этим видео поэтому если кому интересно можете зайти и посмотреть на этом в принципе все я надеюсь что это видео будет вам полезным если будет полезным ставьте палец вверх если вам пригодится также такой шов подписывайтесь на мой канал буду вам очень рада также заходите в мой инстаграм на этом все всем пока